Всем привет! Вы на канале профессионального медицинского психолога. И здесь очень много нутрициологии, потому что питание, тело и движение очень сильно связаны. Сегодня я расскажу про эмоции, как ими управлять, если у вас есть какая-то такая вещь проблематичная. Мы сто раз с вами обсуждали, что многое очень важно для людей, потому что не осознавая свои эмоции, многие делают ужасные вещи. И на протяжении нескольких недель я давала те таблички, которые можно заполнять. И скажу так, самые простые базовые вещи, которые нужно понимать. Первое, с эмоциями не нужно воевать. И осознание эмоций – это понимание своих эмоций, управление своими эмоциями. И другой момент – это понять, какая ситуация вызывает те или иные эмоции. Почему эмоции так важны? Люди под эмоциями совершают совершенно ужасные поступки, за которые потом расплачиваются годами. В гневе, в страхе, в стрессе человек может потерять кучу денег, здоровье и так далее. То есть эта тема нужна всем, я считаю. Я сама, бывает, сталкиваюсь с стрессом, тревогой, одиночеством, гневом. Но у меня превалирует больше, например, в моей личностной характеристике невротизм. То есть такой тревожный. Тревожность. А есть, например, моя двоюродная сестра, у нее гнев, преобладающая такая эмоция. Эмоции очень важно разделять, вычленять, осознавать, реализовывать, реализовывать, чтобы они внутри не создавали вам каких-то заболеваний или каких-то других моментов. Потому что непрожитые эмоции – это что? Это новообразование, это потерянные деньги, потерянное время и так далее. Осознавать эмоции можно в отдельно взятый момент времени. И это нужно для того, чтобы избавиться от импульсивного, неразумного поведения, не совершать поступки, от которых потом будете сами жалеть. И осознавать эмоцию – это понять, какая ситуация вызвала эмоцию, что я по этому поводу думаю, понять свои физические реакции, потому что у кого-то это дрожь, у кого-то это паническая атака, ну, сложно это не понять, да? У кого-то это… по-разному бывает. У кого-то это просто тревожность. И осознать свои преобладающие эмоциональные реакции во времени необходимо для того, чтобы избавиться от всех психологических проблем. Для этого нужно на протяжении нескольких недель просто заполнять таблички негативных мыслей, которые у вас возникают, и какие автоматические негативные мысли стоят за всеми этими эмоциями. Это очень важная практика, я считаю, просто максимально-максимально полезная. Первое – осознать эмоции – это понять эмоцию. То есть смотри, тебе не выдали вовремя зарплату. Ты такой, опа, я в гневе. Или ты поругался с женой. Такой, опа, блин, я злюсь. Или я в отчаянии. То есть произнести это. Потом, что я по этому поводу думаю? Ну да, я гневаюсь. Есть люди, которые начинают выкуривать сигареты, делать какие-то такие ужасные вещи, которые разлагают тело. Вместо того, чтобы пойти в зал, побить грушу, попить чистой воды, погулять по парку. Ну, как бы такие, знаете, понимаете, такой шлак-контент, грубо говоря, возникает автоматизм в голове. И это приводит к ужасным каким-то таким дальше моментам. Осознать, что эмоция возникла, понять свои физические реакции, понять, как вы собираетесь действовать под влиянием эмоций – это очень важно. Потому что под стрессом и страхом люди делают ужасные вещи. Под тревогой также, под гневом там что-то продают, покупают. У меня последний мальчик вообще продал машину. В общем, короче, очень важно эмоционально отделяться. Это прям навык. Первое – понять, какая ситуация вызвала эту эмоцию. Второе – какие мысли у вас по этому поводу? Ну да, разбил я машину. Что дальше? Я чувствую гнев. Что дальше? Есть люди, которые под гневом идут, занимают деньги, что-то делают. А вам важно прокрутить. Что я думаю по этому поводу? Какая у меня физическая реакция? Меня колотит сердце? Что происходит? Понять, как я собираюсь дальше действовать. И осознавать свои преобладающие эмоциональные реакции во времени необходимо для того, чтобы просто избавиться от психологических проблем. Если вы это не сделаете, будет полное дальше. Хотела сказать, опа, мы с вами здесь, знаете, не играем в каких-то великих врачевателей. Мы говорим с вами простым языком о сложных вещах. Потому что для этого нужно на протяжении хотя бы нескольких недель заполнять табличку. Жена там, не знаю, не дает секса. Что я по этому поводу думаю? Ну, думаю, что капец. Ну, не знаю, мне плохо от этого. Что я, какие действия дальше идут? Не знаю, я иду там на адреналине, катаюсь в машине. То есть это очень важно. Вот эти вот все цепи нужно потом разрывать будет. Если разорвете, то получится куча всего хорошего. Почему я говорю? Эмоция дает мысли, мысли дают действия, поступки. И в итоге человек, бывает, ломает руку-ногу просто потому, что не понял, что он гневался, оказывается. Понимаете, да? Импульсивное и неразумное поведение под этим моментом. Люди совершают безумные поступки, то есть моменты страха, стресса, тревоги и так далее. У меня вот это все супер важно. Почему я говорю? Потому что, например, паническая атака же может быть, например, у человека не на почве того, что с эмоциями что-то произошло. Бывает физическая реакция. Но если вы понимаете, что у вас что-то случилось, это очень важно научиться проживать. Очень важно научиться это вычленять. И очень важно научиться с этим разбираться. Когда вы действуете под влиянием своих эмоций, мало того, что вы можете очень хорошо вляпаться, так еще и получить какую-то жуткую жесть внутрь. Что это значит? Вы будете потом жалеть о том, что что-то не сделали, что-то наоборот... Пропустили. Поэтому, мои хорошие, осознавание, прописывание, навык проживания. И потом мы с вами говорили, что негативные мысли, тоже как с ними бороться и как не создавать этот круг замкнутых действий. Все это супер важно и все это работает. В другом видеоролике я скажу, как вообще управлять своими эмоциями. Пока про просто то, что бывает ввиду неправильных эмоций.